Отключение и полное выпиливание шпионских модулей от Windows. Ты посмотри, сколько мы лишнего дерьмища выкинули. А для тебя я подготовил вот этот вот скин. Лапки. Да у тебя Windows просто взлетит. А из службы датчиков геоположение. Кто-то за нами следит. Эй, здорово, дружище, с тобой Серёга, Саймир Бадана. Я так понял, ты хочешь оптимизировать свой Windows? Я знаю один пушечный способ, который действительно тебе поможет. Ну что, присаживайся поудобней, и я начинаю. А перед началом ролика разыграем вот этот юз, который был в прошлом видео. Нажимаю кнопочку старт, и победителем у нас становится барабанная дробь. Там-дарадам. Вытаскиваем. Победа. Денис Ковалёв пишет 11. Окей, Денис Ковалёв, переходим к тебе, смотрим, кто ты такой. И я тебя поздравляю. Всё, что нужно делать, написать мне ВКонтакте и подтвердить, что это твой YouTube-аккаунт. А для тебя я подготовил вот этот вот скин. Лапки. Смотри, какие царские наклейки. Всё, что нужно сделать, это подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и пригласить одного друга ко мне на канал. И всё, через пару дней уже подведём итоги. Ну что, начинаем оптимизировать твой Windows? Кратенькая история, ребят. Я подготовил для вас материал. Именно, как убирать службы, как чистить реестр и прочее-прочее, специально оптимизировать твой Windows. Но, я наткнулся на охренительную программу. Называется Windows 10 Tweaker. Она делает абсолютно всё, что я делал руками, даже больше. И речь пойдёт как раз об этой программе. Сразу хочу сказать, что никто мне за эту программу не платил. Скачал я её с jailbreakvideo.ru. Она достойна моего внимания и, я думаю, вашего тоже. Поэтому я о ней расскажу. Заходим на этот сайт и чуть ниже нажимаем «Скачать Windows 10 Tweaker». Нажимаем «Я не робот» и программа автоматически скачивается. Теперь давай её запустим. После небольших манипуляций с соглашением ты попадаешь в эту программу. И посмотри. Оптимизация, автозагрузка, приложение очистки, служба, система. Да у тебя Windows просто взлетит. Компьютер скажет «Наконец-то меня запустили, теперь я зверюга». Даже для твоего ноутбука. Давай пройдёмся по каждой веточке и выберем, что нам нужно, а что нет. Ну, на самом деле всё индивидуально. Но я думаю, что у нас что-то будет с тобой схоже. Начнём с самого первого. Конфиденциальность. Что это означает? Это означает, что все эти шпионские модули от Windows, кстати, тут такое есть, смотри, отключение и полное выпиливание шпионских модулей от Windows. Это вмешательство со стороны Windows. Это мониторик скрытой твоей системы и так далее, ты понимаешь? Это лично ты, это твои данные и прочее, что связано с тобой, мы полностью отключаем. Я считаю, по-хорошему надо отключить абсолютно всё. Поэтому тут везде ставим галочки. Готово. Теперь контекстное меню. Посмотрим, что тут. Здесь у каждого всё индивидуально. Лично я себе здесь ничего ставить не буду. Возможно, может быть, я улучшить пункт персонализация в контекстное меню рабочего стола поставлю. Но, к примеру, для тебя нужно, например, показать скрыть системные папки. Ты нажимаешь добавить пункт. Но если ты не понимаешь, о чём идёт речь, то посмотри чуть-чуть левее, будет написано синим. Добавляет в контекстное меню папок пункт, позволяющий переключать видимость скрытых системных файлов и папок. Годно? Да. Поэтому галочку сюда можно поставить. Также для себя прочитаешь всё, что тебе тут нужно, выставишь галочки, а мы переходим к следующему, а именно интерфейс. Здесь также всё индивидуально. Допустим, мне нужно поставить нормальный цвет всплывающей подсказки. Да, да. Мне нужны нормальные шрифты и их изображения. Также галочку ставлю. Но, допустим, тебе не парит вообще, как и нормальные шрифты. У тебя, может, свой какой-то стоит, и ты от него кайфуешь. Поэтому галочку не ставь. Уменьшение кнопок закрыть, свернуть и развернуть. Также для меня это годно, потому что я не слепой. Я вижу, где какие кнопочки нажимаются. Удаление объёмных объектов из проводника. Также удалим. Удаление папок из этот компьютер. Тоже убираем. Я там особо не ползаю. Удаление стрелок с ярлыков. Кстати, годная тема. Мне это дико бесило. Уберём. Удаление префикса ярлык для ля. Вот это тоже нужно. Ускорение частоты и мерцание курсора. Давай ускорим. Ля, как он сразу белый стал. Да я шучу. Нет, надо применить. Потом сначала нажать. Ускорение появления превью для панели задач. Ну, тоже нажмём. Увеличение степени прозрачной панели задач. Давай сделаем. Отображение всех значков в трее. Конечно, замутим. Предварительная настройка проводника. Не будем трогать. Сделать комнат по контекстному меню менее страшными. Давай сделаем. Сделать скролл барл потоньше. Давай. Добавить возможность замедленной анимации окон при зажатом shift. Хорошая идея, кстати. Добавить на рабочий стол значок мой компьютер, а не ярлык. Ну, кому-то это нужно. Лично мне нет. У меня тут отдельно, видите, окна стоят. Кстати, кто будет спрашивать, как программа называется. Программа называется Fancy's. Она находится в Steam. F-E-N-C-E-S. Окей, идём дальше. И восстановить прежние окна папок при входе в систему. Ну, это тем, кому-то нужно всё по стандарту сделать. Мне лично нет. Окей, идём в следующую. А именно, система. Тут мы уже более серьёзно углубляемся в оптимизацию. А именно, отключаем назойливое уведомление о безопасности от центра удавления. Я лично это отключаю, потому что мне это дико напрягает. Когда вот это выскакивает, это бесит. Я думаю, тебя тоже. Поэтому галочку ставь. Отключить надоедливое предупреждение при запуске любых Excel. Да. Мне лично это тоже дико напрягает. Я всё равно нажимаю «Да», когда выскакивает сообщение, что нужно администратора права. Ты нажимаешь «Ок» и после чего это запускается. А тут этого не будет. Сразу хлоп и запустил. «Остановить и отключить защитник Windows и Smart Screen». Это тоже можно сделать, если ты считаешь, что это достойно именно. Я пока оставлю. Когда вот какой-нибудь нормальный антивирус замучу, тогда эту галочку уберу. «Остановить или отключить UAC контроль учётных записей». Я пока тоже это оставлю, но ты можешь всё отключать. Смотри сам. «Переключать раскладку клавиатуры по контроль плюс шифт». Ну, мне это лично не надо. «Исправить функции я трогать не буду». «Отключить диагностику памяти не буду». «Отключить TRD» тоже оставлю. «Отключить калор...» Слушайте, тут реально много чего можно отключить, но я это всё оставлю. На страх риск, пацаны. «Предварительная настройка интерэксплора». Нет, это мне не надо. «Создать ярлыки и перезагрузка канали Т» тоже не надо. «Увеличить кэш файлов». Вот это, в принципе, можно. «Ускорить запуск Windows». «Да, да, хочу это». «Отключить истории для панели...» Так, отключаем. «Отключить автозапуск съёмных назителей». Ну, возможно, наверное, я пока оставлю. «Разблокировать классический просмотр фотографий Windows». Не, оставим. «Полное выпиливание». Вот что! «Он драйв!» «София ведь, давай!» «Отсюда давай!» «Поехал!» «Он драйв!» «Пока, бога!» Вот мы подобрались уже к службам. Здесь показано. Службы, отмеченные жёлтым цветом, работают. Службы, отмеченные серым цветом, не работают. Ну, агенты политики, наверное, мы оставим. Узел службы диагностики оставим. Центр обеспечения безопасности. Ну, пока оставим, но вы, в принципе, можете отключать. «Темы». Ну, служба кэш-шрифта, давай мы это отключим. «Веб-клиент», DNS оставим. Сервер оставим. Центр обновления Windows пока оставим. Вдруг нам какие-то надо драйвера обновить. Кстати, обнови Windows. Реально обнови. Там много очень дополнительных драйверов сейчас завезли. Поэтому, если у тебя есть возможность обновить, обновляй. И, может быть, тоже FPS полетит вверх. Так, службы сенсорной клавиатуры, давай отключим. Службы регистрации ошибок оставим. Windows Search уберем. Диспетчеры печати нахрен. Службы датчиков геоположения. Кто-то за нами следит. Ну, давай оставим, потому что мне интересно иногда смотреть, где я нахожусь. Куда я смотрю, куда я поворачиваю. И сколько мне докуда ехать. Я тоже бывает выглядываю. Поэтому пусть будет. Ну, если кому это не нужно, конечно, выпиливаем. Это жрет лишнее. А вот теперь начинается очистка. Посмотрим, что здесь очищает именно эта программа. Очистка оперативной памяти и фоновых процессов. Хорошо. Очистка кэша установленных игр. Стив. Ля, как интересно. Очистка кэша инсталляции Nvidia. Ну, ладно. Очистка кэша браузеров. Кэша экзизов. Также очистка кэша защитника, установщика, обновлений. Системных журналов. Системного реестра. Да ладно, даже реестра чистят. Хорошо. История всех подключенных так. Метворожденных папок. Гибернации. Временных файлов. Файлов всех существующих доносников. Всех существующих системных отчетов. Отлично. Вот эти последние две не берем. Остальное реально все можно чистить. Я оставлю эти галочки. Нормально сейчас почистится все. Переходим в приложение. Так. Ну, магазин Windows сразу до свидания. 3D просмотр до свидания. Какие-то сотни рейд. OnNote какой-то. Paint 3D. Print 3D. Все это. Вот просто все это закрываем. Оно не нужно. Ну, камеры, записи голоса вдруг оставлю на всякий случай. Кино тоже. Люди тоже. Музыка, грув тоже. Тарифы плазные. Закрываем. Погода нам не нужна. Получение справки вообще не надо. Почта, календарь вообще близко не надо. Скайп хорошо уж давным-давно выпилил. Советы тоже сюда. Сообщение сюда. Мой офис сюда. И циркозы. Ты посмотри, сколько мы лишнего дерьмища выкинули просто со своей системы. Это круто. Если сейчас я еще прочекаю, может быть, запись голоса и камера. Это отдельно какие-то программы. Если да, я их также закрою. Поэтому, дружище, ты тоже нам посмотри. И реши вопрос с этим. Ну что, движемся к автозагрузке. Я вижу, что есть целая куча всего, что еще можно позакрывать. Например, у меня тут CC Cleaner. И как мы увидели, что объект, отмеченный желтым цветом, значит, включен. Мы просто нажимаем на него. Хлоп. Закрыл. Отлично. И мне, допустим, не нужна программа под названием Blue Stack Helper. Его также закрываем. Вот еще что-то CC Cleaner. Его закрываем. И все. Также отключаешь все, что тебе не нужно. И в автозагрузке. Теперь у тебя, кстати, очень быстро будет загружаться Windows. Поехали к следующей оптимизации. Здесь ничего нажимать не буду, потому что записываю видео. Но вы сами можете прочитать. То есть, сжатие всех системных и программных файлов на системном диске. Отлично. Да, ты можешь выбрать самое сильное. И он тебе лишнее все сожмет и оставит. И место дополнительное освободит. Также сжатие операционной системы для экономии места. В принципе, тоже угодно. Можно реально сжать. Потом сжатие хранилища. Также можно сжать. Очистка хранилища от старых обновлений и копий компонентов. Реально это нужно очищать. И плюс очистка системы от устаревших драйверов. Тоже очистка. Очищаем. Оптимизируем систему. Обязательно. Я это все прожму. Это точно. Движемся дальше, ребят. Проверка на вирусы. API-ключ. Я не шарю. Я ничего трогать не буду. Если ты шаришь, обязательно вставляй. Там какие-то манипуляции делай. Но я лучше проверю потом на другом антивилете на каком-то. И поехали дальше. Системная информация. Здесь показывает, какая у тебя операционная система. Материнская плата. Процессор. Видеокарта. Монитор. ОЗУ. Хранение данных. Даже входящая скорость. Показано. В контр-стройках не такой пинг, как здесь, да? Угу. Ну, теперь после вот этого всего, когда мы все сделали, где-то галочки поставили, нажимаем применить. После чего требуется перезагрузка. Естественно, мы перезагружаем компьютер. И все манипуляции, которые мы сделали, они уже врубятся. Ну вот я тебе сказал, как буквально за пару минут ты можешь реально оптимизировать свой Windows. Годно? Я считаю, да. Поэтому с тебя лайк, подписочка, колокольчик и участие вот в этом конкурсе. Очень годная тема. Ну и вдобавок, посмотри вот этот годный ролик для тебя старался. Давай. Залетай туда. Там очень интересно. Пока-пока.